У здания российского посольства, как обычно, не протолкнутся. Сюда, как на дежурство, третий день ходит фермер Хамзай Гембердеев. Требовать справедливости. Наша вторая родина Россия называется. А там мой отец под Москвой воевал. Он когда рассказывал, мы дети были, отцы слышали. Сзади ход нет, сзади Москва, только вперед. Три шага вперед, один шаг назад. Вот так мы воевали. У него же были первые группы. А вот один, который мой отец защищал Москву, который сын его не может попасть. Попасть в российскую столицу Хамзай Гембердеев теперь не сможет несколько лет. В конце прошлой недели его депортировали из Москвы, куда он приехал на повторное обследование после сложной операции на сердце. Как будто я вот этот, короче, самый страшный преступник, они поймали, да? Говорят, сопровождение отбиваете. Ну, как, даже час я сидел, я туда-сюда хожу, я не могу, я говорю. Что естественно, это не безобразие. Я творить хочу, да, вот. Нет, там, короче, они... Говорят, ну, сел-то, не знаешь, куда остановиться. Я говорю, в больницу еду, у меня вот в сумке документы, там, короче, обследование. На его документы в сумке никто из полицейских даже не взглянул. В фирменной папке научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева целая кипа справок. Вот документ о том, что Хамзе Егембердиеву сделали сложнейшую операцию на сердце. Вот заключительный диагноз российских врачей. А это фотографии с телефона. Егембердиев проходит лечение в том самом московском научном центре. Однако в отделении полиции и аэропорта гражданину Кыргызстана не поверили и отправили в камеру заключения. Там душно где-то человек, по-моему, 20-18 вот так сидел. Комната тесная, и душно, мне уже плохо стало. А там дежурный сидит, и там глазочек такой маленький, он не может. Я стучу, открою, мне плохо стало, после операции человек, у меня сердце больное. Выпустили Агембердиева через 8 часов. За что держали, так и не объяснили. Зато сразу предупредили, в Москву кыргызского фермера издание аэротерминала не выпустят. Пусть летит ВОЖ. Хотя прибыла Гембердиев из Бишкека. Говорят, короче, ВОЖ вылетает. А я говорю, а мне ВОЖ вообще что делать? Я говорю, с Бишкека? Он говорит, тоже твоя родина, киргизы. Я говорю, тысячи километров, оттуда еще домой мне добираться, у меня денег нет. Это вот ваши проблемы. И взяли меня, посадили ВОЖ в рейс, отправили ВОЖ. Багаж пассажира, видимо, так и остался в Москве. Свой чемодан Агембердиев не нашел ни в Аше, ни позже в Бишкеке. Мне вот эта бумажка писала, акт, он и принят, и багаж. И номер, билет там, короче, туда-сюда. И вот как появится, мы тебя отправили. Я потом в Бишкек звонил, может быть, они перепутали сюда, отправили, а здесь тоже нет. И вот так, короче, и одежду потерял, и надежду потерял, все потерял, короче. В Москву, считает Агембердиев, его не пустили по простой причине – киргизский паспорт и борода. Не понравился, по-моему, моя борода им не понравилась, я честно скажу. Ну, сейчас я не молодой, я тоже, я вот, ну, я хочу сказать, если я был бы 25-20 летний, который бороду пустит, да, вот, короче, ну, если так. А мне уже 54, седая борода, а что мне бриться, что ли? Я сам, да, Владивосток служил старшим сержантом, я был командой отделения. Вот так, Владивосток служил два года. Ну, я, честно сказать, я Россию любил. Эта история, объясняет Агембердиев, может испортить его репутацию. В родной Васильевке под Бишкеком фермер, уважаемый человек, депутат. Поэтому Хамзай Агембердиев хочет добиться отмены решения о его депортации. Мы связались с российским посольством в Бишкеке и попросили прокомментировать ситуацию. Там обещали передать дело пресс-секретарю. На вопрос, когда ждать его реакции, чиновница ответила, что, цитата, не владеет такой информацией. Джубек Багареев, Азат Антымаков, Самат Алжбаев. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. Кыргызстан.